Директора фонда «Больное дело». Добрый день, уважаемые участники, родители, учителя. Мы, все равно, хорошее дело делаем фонд Олега Белепасова «Больное дело». Поддерживается проект совершенно сознательно и понимая его значимость и важность. Потому что чем больше людей будет поддерживать тех, кто одарен, тех, кто не сидит на месте, не ожидает манны небесной, а двигается вперед и хочет делать что-то своими руками, своими мозгами, своим трудом, тот обязательно чего-нибудь хорошего добивается. И чем выше цель, чем она более дерзкая, чем она более смелая, тем большего добивается человек. И мы очень рады, что вот в ребятах Ломоносовского обоза, именно такие ребята, девочки и юноши, мы и дальше будем поддерживать этот прекрасный проект. Мы будем его всячески рекомендовать, поддерживать и другим. И очень здорово будет, когда сформируется огромный, большой, международный Ломоносовский клуб. Потому что Ломоносово на самом деле тот слаг, с которым Россия может двигаться вперед. Вы сегодня очень здорово об этом все говорили. Так что я желаю всем успеха. И имейте в виду, что тот, кто очень старается, тот всегда получит признание и поддержку. Будет замечен и отмечен. Спасибо. А на этой сцене я приглашаю Наталью Рычкову, пиар-директора сети гипермаркетов «Глобус». Здравствуйте, коллеги и друзья. Очень много было сказано сегодня слов уже вопустанных о том, что вы только в самом начале пути. Очень интересно было слушать все презентации. Но особенно хотелось бы, пожалуй, ответить, что жизнь, вся дальнейшая ваша жизнь, она далеко за пределы школьных знаний. Не только школьные знания, не только те проекты, не только те темы, которые вы сегодня нам представили, будут вам полезны. Очень здорово, что данный проект учит вас не просто угрозить какие-то школьные свои знания и навыки, а приобретать какие-то новые полезные связи, знакомства и познавать, что в жизни есть очень много других сфер. Ну, в том числе, например, и розница, где нам очень нужны мозги. Поэтому мы будем очень рады, если по окончании школы и университетов вы придете и в наш образ. Но, со своей стороны, мы хотим вручить большие скромные сувениры десятерым финалистам. Поэтому я попрошу всех из трех финалистов прийти к нам. Благодаря вашему выпуску, мы на протяжении всего путешествия очень вкусно и полезно питались. Все помнят наши шашлы в паде? Мы хотим, что вам было вкусно, вам было сытно, и да, мы старались, по крайней мере, сделать все для этого. Ребята, аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята, давайте по традиции, как мы ее любим в хором говорить, спасибо, три, четыре. Спасибо! Ну как раз, мы хотим записать, у нас есть еще подарки от наших партнеров от компании Intel. Лобанова Анна Юрьевна, директор департамента внешних связей Intel, приглашаю вас на сцену. Добрый день, уважаемые участники, меня зовут не Анна, Анна, к сожалению, не смогла прийти, я пришла вместо нее. И я, как и все здесь присутствующие, конечно, очень хочу вас поздравить с тем, что вы прошли этот путь. Если честно, я вам даже немного завидую, потому что мне кажется, что это по-настоящему уникальное мероприятие, и принимать в нем участие большая радость и честь, судя по тому, что вас отобрали из такого огромного количества желающих. Я не буду задерживать жюри, потому что, как я понимаю, решение уже принято. Я хочу просто еще раз поздравить, поздравляю, и желаю всем вам начать заниматься любимым делом, и большого-большого счастья. Поздравляю. Компания Intel дарит нашим участникам подвинутые смартфоны. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, ну что, у вас аплодисменты. Друзья, нашим партнерам, все помнят шашлык-пати, это вот нам глобус, подарок сделан. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, занимайте свои места, у нас сейчас начинается серьезный разговор. Мы с жюри очень долго совещались, и сейчас я, наверное, микрофон отдам жюри, и каждый следует жюри что-то вам скажет свое. Очень много интересного мы услышали здесь на сцене, и еще больше интересного мы услышали там, за сценой. Давайте начнем. Попросим только пока остальные дегривы. Еще раз добрый день, Ся. Я, можно, немножко покатикую сначала. Хотелось бы такие общие замечания озвучить, рассказать, и я думаю, они вам будут в будущем очень полезны. Это одна, наверное, из первых ваших презентаций таких публичных, но в будущем, я думаю, вам предстоит это делать часто, потому что ребята все очень хорошие, и перспективы у вас большие. И я вам скажу так, презентация, это, как бы это банально не звучало, это продажа либо себя, либо своей истории, либо того, что вы хотите людям донести. Поэтому, когда вы что-то рассказываете и показываете, надо в итоге сделать так, чтобы те, для кого вы это делаете, услышали то, что вы хотите. И это было явно, звучало и явно было выражено. И обязательно в презентации надо доказать, почему вы это, так скажем, навязываете. Возвращаясь к проектам, сейчас это понятие проектный подход, оно, в общем-то, очень популярное, оно везде внедряется. И запомните, это навсегда. У проекта есть, как минимум, три ключевых позиции, которые надо всегда обязательно, о которых надо говорить. И это основные вещи. У проекта есть начало, у проекта есть конец, есть конкретный продукт, который будет результатом этого проекта. Поэтому, когда вы о чем-то рассказываете, вы должны показать, когда это начнется, когда это закончится, что в результате получится, а самое главное, какую роль и что вы именно будете в этом делать. Какое ваше участие в этом. то, что вы хотите, ну, чего достичь, добиться, и что вам для этого надо от тех людей, которым вы это презентуете. Поэтому, вот, делая некий такой, некий вывод, если я его сказывал, я бы сказал, что, ну, прибыль-то, конечно, у нас не богат. Поэтому, и, в общем-то, скорее, про это говорить своевременно, скорее были некие исследования. И мне очень понравилась повлеченность и те темы, которые были подкнуты. Практически все темы, это сейчас очень актуальные, мастущные вопросы. Знаете, мне очень часто приходится, ну, быть на презентациях, и самое интересное всегда работать вот с такой аудиторией молодежи. Мы, когда надеваем поджаки, галстик, делаем важный вид там, а мы лично мыслим скорее проблемы. У нас на первую очередь, когда появляется какая-то цель, задача, мы сначала видим проблемы. Вот у вас этого нет. Вы видите цель, задачу и не видите проблем. И, находясь в каких-то презентациях, можно посмотреть на насущные задачи с другой стороны, попытаться увидеть их в ваших глазах. Я пытаюсь, попытаюсь немножко буквально покажем проекту. два слова. Родион Бугарин. Меня очень поразил ваш слайд, где там на балке сидели роботы. Честно говоря, немножко жуткое ощущение. Действительно, вопрос коммуникации, и он проследовался в других проектах, это очень важная штука, и про нее надо говорить. Я бы хотел вам сказать, что, во-первых, не четыре направления есть, а их, как минимум, восемь, их транзатирует агентство физических инициатив, и помимо этих направлений можно посмотреть, это и аэромет, это автомет, и там, ну, это можно поизучать, действительно. Приходя к этому, очень важная профессия будущего, это коммуникатор. И об этом многие говорят, подумайте об этом. Конечно, здорово. Техника, робота техники. Да, давайте, дай я буквально быстро как-то. Даниил, Даниил, Юкарев, Арктика, очень важная тема, Архангельский, дни мы с вами, так скажем. IT, Егор, Министерский. Ну, по вам плачет Сколково, явно. Тут, вы говорили о корпорации, которую надо создавать, она уже создана, а Сколково в этом направлении работает. Надежда Головачева, очень классная презентация, очень понравилась, и хороший, конкурсный подход для задач. Амелия, Гайф, Горевзян, проявление, туризм, в общем-то, схожи, ну, близкие по теме проекта, и тема очень важная, для нас, для данных, в области, очень актуальна, и спасибо, что подняли. Егор Ильисеев, ну, на самом деле, я себя чувствовал, как инопланетянин, я бы многое еще не понял, там, многих слов, я бы, наверное, не выговорил, парень, но тема классная, в том смысле, что вы подняли основные направления, где химия может использоваться, это энергетика, синтез материалов, полимеры, и еще я бы вам сказал, подумайте о, вот вы сказали о протезах, об использовании, это, ну, для, как раз, людей с инвалидностью, это, кстати, касается вот первых проектов, где нейроуправление, там, различными электронными штуками, давайте, быстро, последние два проекта, вообще их можно было бы объединить, и риторику, и изучение языков, да, очень здорово, значит, Казакова Екатерина, ой, Татьяна, извиняюсь, приумножение наследия ломансов, я, честно говоря, не понял, вы уже все сделали, а проект в чем, что планируется дальше делать, вот, а почему, об этом выставка была бы для детей? Все понятно, спасибо. И знания для выпускников детского дома, это очень тяжелая, сложная тема, и очень важно. Если готов и заниматься, только респект и уважаем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, по-другому предложению, буквально, и уже есть свои заявки на вас, я хотел бы, чтобы, давайте начнем. Добрый день, я скажу пару слов, предыдущий оратор сказал все, что можно, даже не знаю, что добавить, меня зовут Долженко Игорь, национально-страховое решение. Хотел прочитать короткую фразу, один опыт я ставлю выше, чем тысячу идей, рожденных только воображением, это о том, что вы провели вместе столько времени, получили бесценный опыт, и мне кажется, в дальнейшем ваша дружба, сотрудничество, ваши дальнейшие работы будут становиться лучше и лучше. По презентациям, по вашим наступлениям, хотел сказать, что очень-очень понравилось, очень актуальные темы, есть над чем работать в дальнейших проектах, и от имени нашей организации, которая занимается предложением нашим клиентам лучших страховых решений, хотел вручить Бугаеву Родиону сертификат на страхование его жизни на один год на 500 тысяч рублей. Вы понимаете, первый, он первый, он как вчера отмечали, да, вчера отмечали День космонавтики, как Юрий Гагарин, он был первый в космос, он пришел, он работал без микрофона, без подготовки, на его самый первый, он очень переживал, поэтому хочу его отметить. Подойди, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Я выручаю сертификат, но, как говорят страховщики, желательно, чтобы этот документ был только бумагой и не понадобился в дальнейшем, поскольку страховых случаев нам не надо. Но если что, это тебе поможет. У нас есть еще подарок для Родиона и его справка и рентген вчерашний. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие ребята, я вас поздравляю с очень ярким, красивым и достойным завершением большого проекта. Я помню вас у нас в Амганске, когда мы пропускали в небо воздушные шары. Я думаю, что вы получили огромное удовольствие, впечатление от всего проекта. А мы в жюри получили огромное удовольствие от того, что услышали. От того, что действительно столько интересных ребят, которые думают, мыслят и желают сделать лучшее для своей страны. Поэтому я уверен, что с такой командой у нас есть будущее. Я желаю каждому из вас успеха и желаю, чтобы все вы оставались одной большой командой независимо от итогов и продолжая общаться. И, конечно, ждем вас в нашем Северном Малинском Федеральном Минерсифе в качестве уже студентов. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые участники. Здесь действительно для каждого присутствующего и для жюри было очень полезно многое еще, как говорится, узнать от школьников. И хочу отметить, практически вот каждый отрасль, которую вы представляли, было интересно послушать, еще как-то возобновить какие-то знания, вспомнить что-то по химии, по туризму и так далее. И особо хочу отметить работу Головачевой Надежды, если можно выйти сюда на сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И ЕБИСЕЕВ ЕГОР И ЕГОР И ЕГОР ЕБИСЕЕВ Вы показали блестящую работу и все остальные участники. Здесь хочу сказать, что действительно было очень интересно. Мы как банк, Росинтербанк поддерживаем молодежь. Наша стратегия это развитие вектор образования, поиск талантливой молодежи. Сегодня вы показали это. И от банка мы вручаем Голубачевой в надежде сертификат номинала 50 тысяч рублей от банка. АПЛОДИСМЕНТЫ Номинала 30 тысяч рублей вручаем Казаковой АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В предложении вашего направления вручаем вам 20 тысяч рублей с сертификат Номинала 30 тысяч рублей. Поздравляем вас праздником. Это праздник за всех успехов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Еще раз здравствуйте, дорогие. Вы нереальные молодцы, честное слово. Нереальные. Девчонки вообще вам и гараж показали какую-то правильную ежевскую выдержку. Справились просто отлично. Я очень гордко хочу сказать, потому что время поджимает. как бы там ни случилось, кто бы не выиграл. Вы все, прошедшие через это, получили настолько бесценный опыт во многих отраслях знаний, которые будут вашим неоспоримым преимуществом в дальнейшей жизни стопроцентно. Еще вы видите, я вас поздравляю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И пусть не каждый из вас станет ученым, будет заниматься наукой, но вот эта жилка исследовательская пусть у вас останется навсегда. Я вам немножко завидую. Вы прошли путем Ломоносова и стали ближе к нему. Я вас поздравляю. Всех, не только тех, кто выступает. У нас есть еще один небольшой сюрприз. Даниил Дюкалик. АПЛОДИСМЕНТЫ Данил, да? Извини. Данил, мы точно так же, как и ты, живем на севере и точно так же наш регион входит в Арктику, поэтому проект очень хороший, очень классный. Я тебе хочу презентовать книгу Ломоносова нашей книги. Это фото, и документальный сборник всех подвигов Челлендарова, его изучение Арктики, как это было, что они делали здесь, очень крутые фотографии. Я думаю, на этого проекта это будет очень полезно. Это первый, сюрприз, это второй от имени нашего национального заповедника Кинозерия мы дарим тебе сертификат и возможность участия в одной из смен экологического лагеря Лера в этом национальном парке. поэтому ждем за его танковского возраста. Спасибо. Еще один подарок мы бы хотели подарить организаторам этого мероприятия. Мы долго думали, что бы вам презентовать и считать, что лучший подарок это книга. Мы тоже нашли уникальную книгу. Это был очень маленький экземпляр. Это история о том, происствовании такой художественной, о том, как Михаил Монсон 290 лет спустя вернулся на Архангельскую область и вот он по ней гуляет, встречается с людьми, общается, на нем рассказывает, что происходит, как происходит. И вот его повествование такое это жизнь. Друзья, небольшая интрига в ожидании победителя. Хотел бы пригласить на сцену наших любимых партнеров. Это компания МАН, автобус, которых мы проезжали, предоставили их производство и наш любимый перевозчик компании МАКТ, Александр Миклавович. Аплодисменты, приехали как и планировали. Если можно коротенько. Автобус не влез, да, Александр? Не выехал автобус сюда. Спасибо. Дорогие друзья, я с вашего позволения воспользуюсь правом женщины и начну первой, передам потом слова Александр Михайловичу. Я хочу что сказать от имени великой компании МАН, которой уже более 250 лет. Что вы все большие молодцы. И то, что вы здесь, это уже подтверждение того, что все вы неординарные, очень талантливые, мега перспективные. И это первый шаг в вашей жизни. Очень достойный шаг. С этим мы вас поздравляем. И поскольку наша компания, которая называется Мантра Конпасрус, производит уже более 250 лет грузовики и автобусы, но когда-то очень давно первым сотрудником этой компании был, как вы думаете, кто? Рудольф Дизель. Великий Рудольф Дизель, который изобрел двигатель Дизель. И поэтому от таких великих имен берут истоки и инновации, и современные технологии, и безопасность, которую мы обеспечили вам и наш надежный партнер во время вашего пути. И я хотела бы от лица компании МАН пригласить сюда многоуважаемого Мугаджира Акаева, за которым мы следили на протяжении всего маршрута. Наша компания следила за вашими успехами, и поэтому мы хотели бы вам подарить интеллектуальный приз. Это эксклюзивное издание о компании, о всех ее инновациях и в Европе, и в России, из которой вы, я уверена в этом почерплете очень много идей для вашей карьеры. Ну и поскольку впереди лето, вам также наша эксклюзивная немецкая коллекционная кепка, которая принесет успех. Это поздравляю. Я поздравляю. Я поздравляю. поздравляю. Александру Михайловичу буквально два слова. Это самая надежная компания транспортная из Санкт-Петербурга, которая обеспечивает комфорт и качество. И мы дорожим тем, что есть такие имена. Спасибо вам. Уважаемые господа, дорогие дети, мне особенно приятно поздравить участие в опозе в будущее с прошедшим путем, который они прошли. Только теперь уже не на опозе, буквально в смысле слова, как шел Ломоносов, великий наш учебник, а ехали на комфортабельных автобусах, ну и введены из окон не только красивой дороги, как в Вологодской области, но и ухабы, как в Ярославске, например. То есть у вас, я что хочу сказать, дорогие дети, у вас впереди большое будущее, потому что есть куда приложить руки, есть к чему стремиться, чтобы улучшить. И вот ваша самоустремленность, ваша настойчивость, с которой вы попали в сотню лучших школьников, я надеюсь, что вы из вас вырастут будущие Ломоносова, будущие великие ученые, и вы сможете улучшать нашу действительность, которая не везде еще соответствует тому, что хотелось бы видеть в каждом городе, как Москва, Петербург, и чтобы автобусы, которые выпускают МАН, выпускались нашим производством, то есть нашими российскими производителями, и мы когда-то с гордостью могли бы сказать через 250, что наши Лиазы, наши Неофазы не хуже, чем МАНы, а может даже лучше. Вот давайте на это я хочу вас ну что, друзья, просим вас в зал, ну вот и возвращается интрига. Мы интригу, как и обещали, сохранили и ввели две новых интересных должности. Я, Елена Материна, можно вас попросить к нам? Елена Материна Путиншова еще раз аплодисменты. Ну что, Лидия Александрович, вы готовы? Я, да. Итак, вице-президентом Международного Ломоносовского клуба становится Надежда Головачева, Добрый Комендарь. Вице-президентом Международного Ломоносовского клуба становится Василий Подоплекин. АПЛОДИСМЕНТЫ Президентом Международного Ломоносовского клуба становится Егор Демьёвич. Ну что, давайте, наверное, Егору надо дать 30 секунд на то, чтобы он что-нибудь сказал вам, самое главное. Ну, хорошо. Мы же не зря репетировали всем организаторам на раз-два-три. Раз-два-три. Спасибо! Спасибо, это был замечательный проект для всех. Спасибо. Ну что, на этой ноте мы завершили нашу обеспеченный программу. И с вами еще минимальная встреча в этом мероприятии и в партии Владимира Александровича. Ребята, давайте, с учетом того, что у нас нет времени, быстро освободим движение и встречаемся с кровью. Всем спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok